Воинская часть, в которой проходил службу Михаил Кумпан, дислоцировалась в бывшей республике Эстонии на островах Манзунского архипелага. Основная задача пограничников заключалась в контроле прибрежной зоны и пресечении любых попыток незаконного пересечения границы. В основном моя служба проходила сначала учебка, потом школа сержантов, потом опять учебка, но уже приходилось учить молодое пополнение, потом четвертая погранзастава остров Хьюма, потом снова учебку учил солдат, потом одиннадцатая погранзастава остров Сарема. Пандемия внесла свои коррективы в проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко дню пограничника. Официальной частью праздника стал митинг у памятника воинам-интернационалистам. Организаторы не давали объявления о проведении мероприятия и не приглашали на него официальных лиц. Действуют ограничения, мы это понимаем, и лишние контакты ни к чему, и не за счет, но тем не менее люди идут на это, приходят, сами интересуются, спрашивают, когда будет. И в принципе, в обычном формате, митинг проходил в обычном формате, то, что немножко, правда, сжато и по количеству, и по присутствующим гостям. Митинг открывали торжественной церемонии вручения памятных медалей защитник границ Отечества. Проводить ее каждый год в этот праздничный день стало для ветеранов службы доброй традицией. Мы стараемся отметить, все-таки постимулировать работу и самих членов организации, чтобы был какой-то стимул и интерес в работе, и отметить более активных, которые сами участвовали, и даже, возможно, и в разработке мероприятий, и в планировании, в организации, и, естественно, в проведении этих мероприятий. Затем пограничники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и к вечному огню. Митинг завершился минутой молчания.